Регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале госуслуг, информирование о ресурсах и возможностях портала. Все это могут получить жители в рамках выездных приемов специалистов МФЦ. Сотрудники оказывают консультации на базе территориальных ресурсных центров в рамках проекта региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, Мой Дом. С сентября прошлого года провели порядка 100 встреч. Более 900 человек получили ответы на интересующие вопросы, связанные с работой современных электронных систем. Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь НИЛС и паспорт, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Самарской области действует закон о тишине, напоминает телеграм-канал администрации Кировского района. Летом, в период с 1 июня по 31 августа, по будням шуметь запрещено с 23 часов до 8 утра, а в другие сезоны с 22 до 8. В субботу, воскресенье, нерабочие и праздничные дни соблюдать тишину необходимо до 10 часов утра. Если вы зафиксировали правонарушение, необходимо обратиться в полицию. Команда проекта Том Сойерфеста вместе с волонтерами создали во дворе улицы Коммунистическая, 5, интересное пространство. Своими руками отреставрировали наличники и подарили им новую жизнь. Они были вывезены из старых деревянных домов Самары, которых уже нет. А память о них теперь живет здесь, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района. Поезд Победы впервые посетит Самарскую область. В город трудовой доблести Сызрани уникальный состав прибудет 16 июля и отправится дальше в этот же день. А 17 и 18 июля посетить экспозицию смогут жители Тольятти. Затем иммерсивный состав направится в столицу региона, город трудовой доблести Самару, где простоит 4 дня, с 19 по 22 июля. Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта. Выставка музея разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции. Поезд Победы – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района.